7 ноября и на этом митинге, начало митинга с возложением цветов памятников. Как письма я твои получил, все было до меня дышко, я почитал, но пока только в чертах, как-то не укал, ребенок все придется сюда. Дорогие товарищи, конечно, мы сейчас собрались все с вами, не только ради 7 ноября, но и ради того, чтобы люди, кто отдал за советскую власть. Так что разрешите мне вас поздравить с 98-й годовщиной Великой Автябрьской социалистической революции. Конечно, те, кто делали революцию, сейчас никто уж не остался, ни один человек. Они у нас уже лежат все в земле. Но те, кто восстанавливал советскую власть, у нас есть люди еще живые, короче говоря, которые могут рассказать, что было до революции и что стало после революции. Все вы знаете, что большинство у нас бахали чем? Клугом до саховой, до революции. Кроме этого, большинство населения страны были унижены. Одни богатели, другие, короче говоря, нищенствовали. Вот если когда народу хорошо, будет ли он делать революцию, если все нормально, если всем жить хорошо. Некоторые говорят, не надо было революцию делать. Если вы не сделали революцию, еще неизвестно, как бы мы сегодня с вами жили. Вы знаете, что была коллективизация у нас сразу организована. Значит, производство пошло у нас в вашем вверх. Кроме этого, промышленность росла, не по дням, а по часам. Были организованы пятилетки. В эти пятилетки назначали, что должны производить в Советском Союзе. И каждый раз, после каждой пятилетки, правительство отчитывалось о сделанной работе, которую они сделали в тот период времени, за пятилетки. Вот сейчас задайте себе вопрос. К чему мы идем? К какому строю? Нас раньше призывали к социализму и коммунизму. Сейчас к чему нас призывают? Скажите. Не к чему. Любого спроси. Куда мы с вами идем? Как мы живем? Никто не ответит. Никакой плановости в работе нет. Все это прекрасно понимаете. Посмотрите. Вот я вспоминаю даже, когда я ушел 18 лет тому назад на пенсию, вспоминаю. Сколько у нас было отделений связи в районе? 24. Сколько сейчас осталось? 5. Я вспоминаю детство проходило, у меня один раз, значит, леспромхода. В каждом леспромходе, начиная в Рокопьевский участок, ВОХМА, значит, СОМА и так далее, на каждом участке было чего? Медпункт был? Был. Почтовое отделение было, детские сады были, школы были, у нас сейчас все соединили и в одно время, и никакого удобства стало для населения. Кроме этого, я считаю, жили все поскровнее. Я вспоминаю директора завода Лому Николая Ивановича, кто его помнит. В каком он доме жил, посмотрите. В каком доме жил? Обычный небольшой барах камерном исполнении. Посмотрите, наше руководство было, как его сектори Рокопьевской партии жили. Что, больно уж богатое здание это. А посмотрите, сейчас живут в каких роскошных, я не говорю про наш район, потому что как были мы бедные, так и остались бедными. И руководители тоже бедные остались. Такой роскоши живут, я не знаю. Творцы, у нас нет неких детских домов или детсадов, какие сейчас находятся, особенно у артистов и так далее и тому подобное. Разве это справедливо? Если, значит, мы приходим сегодня в магазин, сегодня цена была вчера одна, наша другая. Это разве не действует на население? Должна быть какая-то стабильность. Должна быть, значит, государство должно контролировать, наверное, эти, значит, все торговые точки, торговлю всю. Ведь у нас сейчас что получаться? Купи-продай. Чтобы прийти в магазин какой-то товар, он через шесть рук проходит. Один наценил, другой наценил и так далее. Раньше как называлось у нас? Годовство. Значит, спекуляция. А сейчас у нас настоящая спекуляция. А посмотрите, что нам показывают. На грабе в стране деньги закупают, значит, за границей дома, вилы и так далее и тому подобное. А народ ничего, значит, короче, бедствует все время. Посмотрите, у нас цены растут. Вот нынче говорят на 16%, а говорят пенсионерам добавят чего только 4%. Мы как с вами будем, жить лучше или хуже? Лучше, а то мы работаем вообще не хуже. Кто пример вороства показывают? И региональные власти показывают? И простые, значит, предприниматели? Посмотрите, посадили Магаданского, что он имел. Посмотрите, сейчас посадили, по-моему, Мурманской области и так далее. Вот почему это получается? Потому что со стороны государства нет никакого контроля за чиновниками. Я так понимаю. А вот когда не коснешься каких-то вопросов, сначала на строительство дорожного и дальше. Раньше каждое предприятие у нас что делало? Строило дома для своих рабочих. Посмотрите, сколько домов построил завод. Да любое предприятие долг строил. Все, значит, строительные организации строили. Сейчас ничего нет. Чего не спрашивают? Чего денег нет? Конечно, денег у нас не будет, когда не будут ни заводы, ни заводы, а дальше. Наши старики что делали? Кочевали пни для того, чтобы создать поле, где можно посадить, посеять и использовать. А у нас сейчас получается. Сколько земли, 40 миллионов гектаров земли не используются, зарастают лесами. Мы уж сейчас грибы собираем на этих полях. Кто это должен ответить? Конечно, в первую очередь должно заинтересованное правительство. Но пока никто ничего не шевелится. Второй вопрос я хотел поднять. Раньше, вот говорят, коммунисты были, да, были коммунисты. Так они отчитывались каждый год за свою работу перед депутатами и населением. А сейчас кто отчитывается? Дают послание. Нахер нам это послание, когда даже никто его не должен обсуждать? Разве так можно отчитываться перед народом? Так что я считаю, то, что было в тот период времени, люди больше отчитывались и боялись за свою жизнь. Я помню, за коррупцию, если ты сворвал миллион, тебя расстреливали. А сейчас почему это только посадят, а потом и выпущат? Посмотрите, с министром-то, вороном, что с Почелев-то случилось. Посадили, да, и кемета не бывало. Как-то пошли корреспонденты искать ее, где она находится, ее не могли найти. Ну и что она отчидела с этим миллиардом? А сейчас у нас миллиарды воруют, никого не садят и не расстреливают. Так откуда у нас с вами деньги-то будут? Если промышленность не работает, сельское хозяйство не работает, откуда у нас деньги-то будут? Вот мы здесь ругаем наше руководство. Так у них денег-то ни хрена нету. Потому что они дотационные. Раз промышленность не растет, предприятия не работают, откуда что-то возьмут-то? А Москва жирует. У них средняя зарплата в Москве чуть не 70 тысяч. Разве так можно делать? Мы говорим, что единая Россия, вовременная единая Россия. Фрага-то нету. Какие мы единые? Единые у нас единые. Что у нас единство-то, скажите, пожалуйста? Они не воруют, жируют, а мы беднее, а мы беднее. Для какого тут единства? Я понять как не могу. И все говорят об единстве. Так что, ну и второй вопрос. Мы больно стали все пассивные. Особенно, когда вот эти вопросы поднимаются у нас на собраниях, мы не ходим. Ну почему бы сегодня не прийти? Чего больно, плохая погода? И сверху у нас правительство такое же ехидное. Значит, сегодня сделали пара специально в честь 41-го года. Конечно, большинство пожилых людей не идут, потому что на телевизор сейчас смотрят, так или нет. Раньше телевизора-то не было. Нечего было смотреться. Вот народ-то и собирался. Так что, что можно сказать? Кто-то со стороны у нас нечего. Но пока правительство не возьмется за поднятие промышленности, чельскохозяйства и получение денег с промышленности, мы ничего не получим. Все вы знаете, где сообщали о том, что в прошлом году было продано цветных металлов, нефть и газа на 24 миллиарда рублей. В казну поступило 6. Можно было спросить с этих руководителей, которые качают нефть, а где, значит, 17 миллиардов рублей. Никто ничего, все тихо, спокойно, обнимаются все и друг друга чекаются. Ну, никуда это не годится. Народ-то теперь все это видит. Народ-то теперь так злеет, что больше некуда. А нам, конечно, надо быть позубастей немножко, позубастей. В любых вопросах где-то нечестности и так далее, быть надо позубастей. И еще могу сказать. Мы научились сейчас с вами летать по воздуху, как птицы. Научились под водой ходить, как рыбы. А вот жить мы с вами пока до сих пор по-человечески с вами не научились. Так чтобы нам научиться жить по-человечески, давайте более активно будем. И не смотреть в глаза начальства, говорить правду, что так дальше жить нельзя. Все равно нужно принимать и сельское хозяйство, и промышленность, и так далее. И тогда и деньги будут, и нам будут легче. И мы пожилые люди, и пенсион у нас будет больше, и так далее. А пока все стоит на одном месте. Кроме как труб у нас сейчас, нефть и газа за границей, ничего не делаем. Но придет время, не будет ни газа, не будет ни нефти. Если мы сейчас не будем думать сами об себе, как нам дальше жить, тогда не знаю, как мы жить будем, я не знаю. Как в Африке сейчас будет, буквально бежать пойдем в другие страны. Я вот посмотрел, здесь поступал один товарищ и говорит, что мы вот продали на 24 миллиарда рублей нефти и газа и так далее. Швейцария, маленькая страна, знаете такую? Она часов продала своих, швейцарских, на 24 миллиарда долларов. Вы представляете? Часы-то такое. А мы танки продаем, которые 60 тонн весят, елки-палки. Разве это можно? Япония дорогая у нас, рядом стоит. Она варует внутренний продукт, у них больше, чем у нас. А великалий, у них ничего нет, ни газа, ни нефти, ничего нет. И леса-то нет у них. Ну умеют же люди как жить-то так. В чем тогда дело-то? Дело в руководстве, я думаю. В воровстве, коррупции. А мы стоим и смотрим и помалкиваем. Если мы, конечно, все будем в зубастях, тогда и руководство будет думать о нас, о людях. И нам придется жить. И будем мы с вами жить лучше. Так, слово предоставляю Светлане Леонидовне. Пожалуйста, Светлане Леонидовне.